Субтитры создавал DimaTorzok В каком? Харьков. В каком районе Синсекет живёте? Измайлово. Какой? Измайлово. А, Измайлово, понял. Хотите... Военный городок. Ну, Измайлово это синяя ветка, там, где щёлковская. Понятно. Понятно. Хотите вопрос на внимательность по Москве он задал? Давайте. Сколько на Комсомольской площади в вокзалах Московской железной дороги? Не понял. Сколько чего? Сколько на Комсомольской площади в вокзалах Московской железной дороги? Приватый. 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 Правильно, ответ 2. Ленинградский вокзал не является вокзалом Московской железной дороги. Ааа. Это октябрьская железная дорога. Я же говорил на внимательность. Ну, я привык, как в Москве жить, в трех вокзалах. Так она называет площадь трех вокзалов. Если вы не знаете. Я-то как раз знаю. Москву, наверное, намного лучше вас. Судя по всему. Ну, а площадь трех вокзалов, вы знаете? Да, знаю. Вот это и есть в Комсомольской площади. В народе она называется площадь трех вокзалов. А в девяностых ее называли площадь четырех. А давайте вспомним 1820 год еще. А вообще вокзалов нет. Да, не было. Вы меня внимательно спросили. Я и вам сказал, что сейчас происходит. А когда первый вокзал в Москве появился и какой? Я не могу. Ну, из Питера. Николаевский, конечно. Сорок первых, 1841 год. Я с Москвы ест. Понятно. Что вас еще интересует? Как вы думаете? Теперь мой вопрос. Вы откуда сами? Я же вам сказал, Харьков. А? Я же вам ответил, Харьков. Откуда вы сами? Харьков, Харьков. Ну, Харьков? Это русский город? Конечно. Которые большевики Ленин и Троцкий предали и отдали УНР в 18-м году. Так, ладно. В 1918. В Крым. В Чей? В Крым, В Чей? Давайте теперь. Глупый вопрос не задавайте. Коллизия права. В зависимости от того, в какой правовой системе вы находитесь. Если в России, значит, на российский. Если в украинский, значит, на украинский. Ну, правильно. Это называется... Это называется... Да, это с вами согласен. Коллизия права. Ну, коллизия, не коллизия. Но... Смотри, какую страну спорить. Ну, я считаю, что с Крымом Россия допустила ошибку в 14-м году по поводу присоединения. Достаточно был абхазский вариант. То есть, присоединение, это был эксцесс космского прецедента, за что Россия получила санкции. А для достижения тех геополитических целей, которые перед собой Россия ставила, то есть защита флота, оптимален был абхазский вариант. То есть, отжать у Украины, признать независимость, закрутить военный союз. И были достигнут те же самые результаты, которые достигла в итоге Россия по защите флота. Вот, вы последнее, вот сейчас, вот, было, как его, с Путина, вы слышали что-нибудь? Ну, что это он, послание послал, слышал, да? Нет, не послание, я просто отвечал на вопросы журналисту. Слышал? Ну, это я не слышал, я слышал, что такое было, я еще не слышал. И что там до такого было интересного? Ну, все, хороший, да. Хватит. Что хороший? Вот, смотри, я. Ну, ты из Харькова, да? Это, вот, как вам сказать? Украина, то есть Украина. Что это такое? Украина, или Украина? Украина, это гнойная отрыжка коммунистического режима. Ну, это ладно, почему называли, и даже эти поляки, даже, что Украина? Поляки называли вообще маргиналию эту землю. Ну, ну, вы, как, холоп, или как, я не знаю, быдло, а, быдло. Маргиналия, ну, быдло, это... Ну, ну, было, как были быдлы, так как это назывались. Ну, ну, вот так и так и остались, правильно же. Посмотрите, вот так вот посмотрели, чисто по-человечески. Вот, Путин, наверное, объяснял, ребята, смотрите, у вас... А, кстати, у нас даже украинцев очень много даже проектов знаете? Знаю. Раньше было еще больше. Ну, Матвиенко, допустим, наверное, кто? Выше, напомните, вы из Питера или откуда? Ну, я в России, ну, я в Москве. А, пардон, пардон, да, из Москвы, да. Я-то предыдущий у меня был из Питера. Ну, я знаю, что много, да, много украинцев. Ну, не так уж и много, но пропорциональное население украинцев в России, 3,5 миллиона. Хорошо, скажи мне, пожалуйста, как вас зовут еще раз? Олег меня зовут. Олег, ваш отец или дедушка за кого воевал? Не за кого. Не, он... Кстати, не было войны. Он просто умер, да? Ну, да. Может, он живой откуда вы. У меня мать живая, например. Не, за кого воевал-то войну? Кто-то у вас воевал, за кого? Он мелкий был в войну. Не воевал он. А его дедушка? Дедушка воевал, да. За кого? За СССР. А что же вы так нас ссали, так на могилы? Извини за грубость. Я не ссал на могилы. А получается, ну, как вот, ну, по-это, по-россвенному-то. Вот вы... Смотри, Шухевич. Шухевич, кто такой? Да, Шухевич, это все ерунда. Вот вы, как вы относитесь к Буденову, к Ворошилову? Положительно или отрицательно? А как вы знаете, вот, я знаю, Луна и Марс одинаковые или нет? Нет, это разные. Луна это спутник, а Марс это планеты. Вот, вот я вам и говорю. Ну, по-другому... Как вы относитесь? Я вам задал вопрос, вопрос задал. Да. Зал вопрос. Понимаете? Как так? Что, значит, Шухевич, Бандера, когда 8 миллионов евреев-то, вы уже насрать на то, что... Это вопрос не по адресу, задавайте поклонникам Шухевича и Бандера. Я вас спросил, как вы относитесь к Ворошилову, например, позитивно или негативно? Можете ответить или нет? С одной стороны, позитивно, с другой, негативно. Нет, позитивно, а с другой стороны, позитивно. С какой позитивно, с какой негативно? Негативно, то, что, значит, смотрите, а то, что вы думаете, что он подписал на это, значит, Крыма, или что? Нет, ну, он подписал формально, он подписал как предпрезидиума Верховного СССР, это ерунда. Да нет, там ему сказали все, ты что, ты что не знаешь? Я это ерунда, как вы относитесь к тому, что он воевал за красных в гражданской войне, или Будённый, тот же самый? Я думаю, нормально. Я вот внук, я правнук деникинского офицера, я к ним отношусь негативно, я за Деникина, а вы как к Деникину относитесь? А подождите, а в Сибири вы знаете, что там творилось? Деникина. В Сибири Деникин не было, там Колчак был, если вы историю знаете. Ой, прошу прощения, да, я перепутал Колчак. Там Колчак, знаю, знаю. При Деникине все было достоинно. Ну, а белый офицер, извини меня. Деникин, Деникин воевал за Россию, но проиграл, проиграл Деникин, проиграла Россия, а красные выиграли. Вот и все. Ну, а что делать? Так оно и. Да, к сожалению. Ну, подожди. Ну, подожди. Ну, в 30-е, значит, считай, война прошла, война прошла, да? И мы в космос людей запустили. Раз. Днепрогресс поставили. Два. Днепрогресс до войны поставили, во-первых. Историю что-то... Ну, я имею в виду, я имею в виду, восстановили там все такое, ну, то есть полностью вот и до. А ты помнишь вот эти, как его, девочки, которые в Киеве вот... А в космос? Ну, вы не перескакиваете всем и на тем. А в космос запустили... Все, 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 восстановили, восстановили, да? Ну, подожди. И тут пришли эти бендеровцы поганые твари. Ну, вы сейчас перестали... И начинают убивать. Давайте про космос. Бендеровцы, так к бендеровцам обращайтесь. Давайте про космос. К космос первыми запустили. Это далеко не благодаря коммунистическому режиму. А благодаря тому, что и до большевиков Российская империя была впереди планеты всех по космосу. По предсказаниям, по разработкам. Циолковский, Жуковский. Они были лидерами мировыми именно по развитию, так сказать, перспектив космоса. Поэтому был задел. Иное дело, что коммунисты это не просрали по космосу. Да, потому что это военная тема. Тут у них работа была нормальная. В случае в виде военной тематики. А чего же просрали? Просрали? Ну, качество жизни, качество жизни. Вспомните, какое качество было при российской империи. Но вы не то, что вспомните, если знаете, какое качество, как ценились товары Российской империи и как не ценились товары СССР абсолютно. Наверное, зря шалел Деникин Хаммер. А я говорю, привет, Бандеровец. Как дела? Вы Бандеровец? Нормально. Вы из какого города Бандеровец? Санкт-Петербург я. Понятно. Вопросы у вас интересные есть? Давай, задавай. Я спрашиваю, у вас есть интересные вопросы? Да, меня спрашивай. Ты мне понятен. Чем? Кто-то такой, да, все с тобой есть. Понятно. У тебя диагноз надо ставить, где-то психиатрию надо управлять на хуй. Ну вот, вызывай, вызывай, тебе уже пора вызывать. По-нормальному будешь разговаривать? Ну давай поговорим. Я тебя спрашиваю, есть интересные вопросы? Я ж не знаю, на какие темы ты способен беседовать. А на всех. Я такой, знаете, многостанощник. По ядерной физике готовы беседовать? Слушай, там что-то атомы соединяют, наверное, нет. Я забыли. Она не говоришь, значит, не по всем. Давай, задавай свою тему в силу своего интеллекта будем беседовать. Да, у меня интеллекта нет, видишь, одна извиня. Ну, поэтому я тебе говорю, задавай свою тему. С одной извиняем, ты сможешь побеседовать по теме, которую задашь. Ясно, слушай, ладно, сколько мне стоит во Львове? Вы из 2? Нет, что ты взял? Из Киева? Да нет. Киев это, называю, знаешь, Киев это Хабаровск-Лагипре, от слова Хабар. На мове это взятка. Хабаровск-Лагипр. А откуда будешь-то? А откуда будешь-то, будешь откуда? Из Харькова. Как-то, да, ясно. Аминдот такой, еврейский про Харьков. Придуман какой-то Львов, какой-то Киев. За кого-то меня принимаешь. А первая столица Украины. Харьков, да? Ну, вообще-то, считается, да. Ну, а вообще-то, если ты интересный, исторический, первая столица Украины, это была Белгород. И даже не это самое... Это не скрывали до 35-го года в учебниках в школе изучали. Он две недели был столицей. С 25-го... Белгород, точно. Ну, я тебе объясняю. С 25-го декабря 2017-го по 8-го января 2018-го года. А потом это... Не слышал. А потом это дело изъяли из учебников, поскольку все правительство Украины было репрессировано во главе с Пятаковым. Была правительство Пятакова. Первое большевистское правительство Украины было правительство Пятакова. И ни одного не осталось, действия, не репрессировано, на которого... А репрессировали когда? В 37-м году репрессировали или раньше? Да, в 37-м. Но суд был в 37-м, а арестовали в 36-м. моим мочили всех подряд по моему да да сабили без разбору я согласен я вот это было полно а вот смотри вот все ругают эти укра украинцы раз ты из питера дело такое будет интересно все ругают эти укра майдан и а вот укра майдан который 5-го года помнишь был когда ющенко янукович там а напомню как это был смутно чё-то помню мне 66 лет я помню вам сколько лет поменьше под запись идешь для канала я лично да не раскрываю но две стороны 60 до момента честно допустим вот я спрашиваю сколько я спрашиваю сколько лет человек чтобы общаться нормально в одной причине объясняю вот этот укра майдан когда вы не говорите сколько лет но это сказал 60 с небольшим конкурс точно не будет ладно для беседы не имеет значения вот такая укра майдан пятого года он был копией того что происходило в питере 5 января 18 года что происходило в питере 5 января 18 года знает ну я не помню к сожалению 9 января 1905 года там был чё-то 5 января 5 января 18 я 18 года было разогнано учредительное собрание то есть парламент мотор железяк зашел караул стал большевики когда согласились на учредительное собрание они надеялись выиграть или по крайней мере занять второе место после левых эсеров а по факты победили правые эсеры право эсеры победили большевики заняли только четвертое место и большевики разогнали учить учили собрания поскольку начатым был не выгонен результат выбору но не светилось все труда и я то же самое произошло в украине в пятом году когда янукович по первому по первым итогам выиграл выборы объявили а у кромайдан с этим не согласился поэтому начались беспорядки то есть в принципе причина была то же самое что и в питере недовольство итогами выборов соответствующим но поеда и в результате тот-то был недоволен я поднялся когда горбачевская вся эта хрень было бы выходили все институты научно-иссидентские все там болтали чего тогда все остальное в результате все это развалился которые там бастовали и 90-е годы как бы и у всех чтоб получилась полная вот эти ну да научных сотрудников ну хорошо то я вижу хоть и сначала хамом показался вроде такой мужик аналитичный хочу найти себе банки работала общался людей сказал свалилась говорит и опять петь и говорит десять тысяч евро зарабатываем месяц бы я когда заводах нервусе типа ну ладно с наступающим заходи на канал давай дорогой как я возвращаюсь когда и свою веку там делки в коробяду ничего там хорошего не так думаю надо на родине жить у вас есть интересные вопросы а что ты интересует какой области ну для начала где вы живете зависит от этого в том числе не давая давая закончим один вопрос что-то интересует какие вопросы задавать какой области ну я беседу на тема история наука железная дорога окей вот меня есть вопрос по историю когда на украине появился первый паспорт я думаю в 1918 году как это выглядело если вы имеете ввиду украинский построй named fortunatena рада она не появилась украина появилась центра рада ну да ну так что дальше были по спорте центральную раду никто не собирал это не украина появилось не было российской условия не было российскаяwer не выдавала паспорта всюка по необходимости А очень просто, не было паспортов, не было такой нужды иметь паспорт. Для заграничных поездок выдавали паспорта российской империи? Для заграничных поездок да, а так не было нужды внутри Российской империи, не было. Если куда-то далеко уезжал, другое дело, можно было получить что-то. А первый российский паспорт напечатали немцы в количестве 300 тысяч для петлюровских, украинцев. В 2018 году я вам про это и сказал. Вы сами где живете? Это позже. Я жил раньше на Украине. В каком городе жили раньше? В Запорожье. Там родился. Хорошо, попозже скажете, когда захотите город с вашего современного проживания. Еще вопросы какие у вас есть? Ай, пожалуйста, перевод, что меняет. Это интерьер какой-то или что? Это многое меняет. Вопросы меня есть. Я часто беседую. Хорошо, когда появились... Хорошо, когда появились... Все понял. Когда появились первые деньги украинские? Первые что? Деньги? Да. В том же 2018 году при ЛНР. Нет, 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 нет. Нет, нет, нет. Давайте ваша версия. Да не моя версия, а реально. В 91 году прикучно. Появилось название гривня. Не я хочу сказать, не я хочу сказать. А так это есть. Ваш же есть министерство финансов. Вы не очень владеете... Ваш же есть министерство финансов. Ну вы... Вы... Послушай, Дев, насчет того, чем я владею, зайди на свое министерство финансов. Возьми министерство финансов Украины и там это есть. Когда появились первые деньги? Что вы сказали, дайте ответить, что вы бесконечно... Как словесный понос у вас. Вот интересно. Грина. Гридов в 95-м появился. Здорово. Нет. А где живете, если не секрет? В Норильске. Понятно. Вопросы у вас есть интересные? На какие темы беседуете? Бой, да на всякие, на всякие хотите. Ну, мало еще я хочу. Я, может, хочу на тема ядерной физики беседовать, или термодинамики. Вы же, наверное, не будете беседовать на этой теме? Давайте свою тему задавайте. Ну, я вот в этом мало что понимаю. Ну, я же поэтому вам пример привел, что не на все темы вы согласны беседовать. Вы, у вас есть интересные вопросы по интересующей вас тематике? Будем беседовать, если они мне тоже интересны. Вы поклонник СССР, я вижу. Ну, блин. Ну, я вообще-то родился там. Ну, я родился там. Почти все, кто старше 91-го года, родились там, шо-шкики. Да, все верно. Я вас встретил. Ну, не важно. Важно, что да. Мы все родились в СССР. Практически все, кто в рулетке. За исключением молодежи. Все верно. Ну, так и к стране рождения можно относиться как позитивно, так и негативно. Поэтому я вас спрашиваю. Я позитивно отношусь. Допустим, в 20-х годах большинство населения СССР родилось в Российской империи. Но коммунисты настраивали народ против Российской империи. Это уже в позднее советское время как-то все стало меньше. Меньше негатива к Российской империи стало. А в 20-х был огромный негатив. А это была страна их рождения. Абсолютно симметричная ситуация. Не находите? Разные ситуации порождают разные реальности. Вы не забывайте, что Российская империя немного угнетала людей. Что Российская империя не понял? Немного угнетала людей, особенно крестьян. А большинство населения России в это было крестьяне. Угнетала намного меньше, чем при СССР угнетались крестьяне, скажем так. Крестьяне жили хорошо. И Российская империя была лидером в сельхозпродукции по многим позициям, кстати говоря. И совершенно не закупала зерно, как это делается. Ну для кого? Ну для кого она была лидером? В смысле для производителя? По производству сельхозпродукции была одним из лидеров. А СССР закупала зерно. Для тех, кто деньги считал. Для тех, кто деньги считал. Я говорю по показаниям по странам. Рабочим-то не платил. Посмотрите фильм Говорухина. Рабочие тоже жили лучше, чем при СССР, при Российской империи. Ой, до фильма их не смотреть, знаете, блядь, этих тупых режиссеров, которые только вымарывают все. Понятно. Ну ладно. У вас есть... Вон недавно режиссерочка один. Я говорю, вон недавно один режиссерочка отпустился на конференции Путина. Чего он скляснул? Сокоров, я знаю. Сокоров, да. Вот вам и режиссеры, блядь. Ну хорошо. Придурки, ёпты, кончены. У вас какие-нибудь вопросы появились? Ну а какие у меня могут вопросы? Я сейчас начну задавать. Вот вы в Украине живете, да? Ну, я не живу в Украине. Ну задавайте вопросы, ладно. Ну, скажите мне, пожалуйста, что же вы там развели свою бандеровщину? Я не разводил бандеровщину. Один и тот же ответ. Я не разводил. А кто развел? Бандеровцы кто? Странный вопрос. А что же вы допустили это? У нас особо нет бандеровщины. Смотря, это от города зависит. У вас по существенному есть вопросы. Что в Киеве? Подождите. Зато у вас в Киеве 1 января шествия идут нацистов. Меня не волнует этот нехороший город Киев. Я в Харькове живу. Вот еще раз. Второй ответ. Самый главный. Меня не волнует. Видите? Вы ни на один на мой вопрос не можете ответить. Я вам отвечаю на вопросы. Просто вы их не акцептируете адекватно. Хорошо, ладно. Нет вопросов. Да ладно, черт с ним. С наступающим вас всех благ. А за себя он был совсем не разговорник. Да дураковаляне. Разговаривать, разговаривать. Он так говорит. Почему же тогда в утилитарном государстве, правильно, утилитарное государство? Правильно? Великобритания утилитарное государство. Германия утилитарное государство. У них есть один... Воронеж передали в 1922 году в Воронежской области. А в 1922 году Львовская область где была? В Австро-Венгрии. Опа, так это не было еще? Ну еще... Слушай, Карпов, сделай вид, что я этого не слышал. Судьба тебя и так любит. Мы не слушаем. Их, в общем-то, всех и назвали русские. Потому что это глагол. Русский это какой чей отвечает? Ты черная жопа. Мне не нравится черная жопа. Ты черная жопа. Наверное, зря жалел Деникин хамов. Их надо было брозгать да блятьми. А вот теперь ни воинство, ни храмов. Сократия помойки Диктует моду на мораль. Мне наплевать, А сердцу горько... А сердцу горько... Пытаясь, да, да, в Украине кто, кто осознал, группа клинического. Харьковская область не будет ни Донецкой, ни Гвоздкой власти, будет только Харьковская, будет только Харьковская власть. Продолжение следует...